В Адыгее глава республики принялась эстафету проведения финала Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы» в 2023 году. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Героя России легендарного командира партизанского отряда в годы Великой Отечественной Кичибатыра Хайеркизова. Исполнили песни на родных языках и доставили гуманитарный груз. Артисты Карачаева-Черкесии в День защитника Отечества побывали в зоне СВО. Состоялась закрытая презентация фильма «Страница века» к столетию в Национальной библиотеке имени Халиматой Рамоковой. Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачаева-Черкесия. Глава Республики Рашид Семрезов по приглашению главы АДГЕЯ Мурата Компилова принял участие в мероприятиях, посвященных развитию образования, в том числе в рамках исполнения послания президента России Владимира Путина, объявившего этот год годом педагога и наставника. Мероприятие прошло с участием министра просвещения страны Сергея Кравцова и глав субъектов СКФО. Гости приняли участие в церемонии открытия очередного всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций России «Мастер года». Сергей Кравцов передал флаг всероссийского конкурса «Мастер года» послу эстафета от Южного федерального округа. Это масштабное мероприятие проходит впервые и охватит все восемь федеральных округов России. Глава республики Рашид Семрезов принял эстафету проведения финала всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в 2023 году в Карачаево-Черкесии. Собравшиеся осмотрели выставку «Достижения системы среднего профессионального образования Адыгеи». Он навсегда вписал себя в героическую историю нашего Отечества. В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Героя России легендарного командира партизанского отряда в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны Кичибатыра Хайркизова. На базе средней общеобразовательной школы аула «Верхняя Мара» прошло памятное мероприятие, где представители общественности и учащиеся образовательного учреждения вспомнили героический путь бесстрашного партизана. Подробнее Альхан Лепшоков. Кичибатыр Хайркизов. Кичибатыр Хайркизов повстречался со своим земляком Юнусом Каракетовым, с которым они ликвидировали значительные силы противника. На мероприятии отмечали, что из аула «Верхняя Мара» вышло множество героев, которые храбро защищали родину. Среди них мы особо выделяем вклад нашего земляка из аула «Верхняя Мара» Кичибатыра Хайркизова. Мы его помнят будем всегда, особенно вы, молодежь, должны чтить его заслуги и знать его биографию. В этой книге я хочу эту книгу преподнести в школе, его портрет, его биография и то, как он воевал в рядах партизан. Только с января по мая 1943 года отряд Хайркизова истребил около 400 гитлеровцев. Командир отряда лично ликвидировал 55 фашистов. Кичибатуру Хайркизов было присвоено звание лейтенант. А уже в марте 1943-го командир партизанской бригады Василий Леонов представил лейтенанта Хайркизова и его верного товарища Юнуса Каракетова к званию Героя Советского Союза. Однако указ не был подписан. Собравшиеся вспоминали боевые подвиги отважных партизан. Когда они притеснили немцев, немцы бросили, сняли с линии действующих своих войск, людей своих, сняли и кинули, чтобы подавить наших партизан. Поймали связников, 23 человек. Хайркизов, Кичибатыр подошел к командиру, говорит, надо их вывалить. Ни в коем случае нельзя дать им погибнуть. И а как? Он предложил вариант. Переоделся сам в полицейскую форму, многих переодел, а некоторые взяли плен и повели в эту деревню, в город то есть. И там он сдавал их гестапо, в это время быстренько сняли охрану и освободили вот этих 29 человек. На памятном мероприятии школьники читали стихи и поведали всем о героическом жизненном пути Кичибатыра Хайркизова. Храбрый командир партизанов погиб в бою 8 июня 1943 года, видя сражение с превосходящими силами врага. Отряду Хайркизова удалось остановить вражескую карательную экспедицию. Ты мысли не рождал пустой, огонь победы виден был в глазах. Врагам страны в упор глядел, для них ты сожаления не имел. Их гнусные речи слушать не хотел. В завершении все участники мероприятия возложили цветы к мемориалу погибшим воинам Великой Отечественной войны. Алихан Лепшоков, Медина Джан Кезова, Олег Молхожев, Весик Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Поддерживаем наших бойцов и делом, и словом, и песней. Глава Карачаева, Черкесия выразил слова благодарности артистам республики, которые побывали в зоне специальной военной операции и поздравили с Днем Защитника Отечества солдат и офицеров Российской армии концертом живой музыки. Были организованы выступления вокалистов на языках пяти народов региона для нескольких сотен военнослужащих. В подарок к празднику артисты привезли не только любимые песни, но и гуманитарный груз из предметов первой необходимости. Причем сформирован груз за счет средств, собранных на благотворительных концертах в республике. Глава региона отметил, что поддержка сегодня крайне важна для бойцов из Карачаева, Черкесии, которые, конечно, были рады услышать песни на родных языках в живом исполнении. Ведь песня и жить, и строить помогает, придает сил, наполняет верой и надеждой на лучшее. Большое спасибо хочу выразить ансамбль Карачаева-Черкесии. Очень это нужно для поднятия боевого духа, чтобы отвлечься от повседневных будней. Зацепила музыка вот эта вот кавказская, четкая. Вообще отлично. И серьезные были вещи. Тоже нужно. Спасибо за подаренные эмоции. Большая вам благодарность. Сохранение традиций казачества. Под таким названием в Черкесске прошел круглый стол. В Общественной палате республики обсудили новые формы и методы работы с казачьей молодежью. С докладом выступил член Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Игорь Дейдеменко. Вопросы сохранения и передачи молодому поколению казаков обычаев, традиции, культуры, воспитанию, патриотизма обсудили члены Общественной палаты, представители образования и науки, Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Говорили о важности сохранения исторической памяти и знания культуры большой и малой Родины. В Крачево-Черкесии началась вакцинация детей от полиомиелита в образовательных учреждениях. Перед тем, как провести процедуру, медработники осматривают детей и узнают о состоянии их здоровья. Родители отмечают, что проводя вакцинацию, они защищают в первую очередь своего ребенка от полиомиелита и также считают это социальной ответственностью перед окружающими. Из-за отсутствия профилактических прививок от этого вируса в последние годы существенно снизился уровень коллективного иммунитета и поэтому необходимо обезопасить окружающую среду от опасных для человека вирусов. Я считаю, что вакцинация для детей очень важна, она предупреждает болезни. Мы постоянно делаем прививку, все то, что по плану, по графику идет, мы все по плану делаем, мы не пропускаем. Но бывают у нас моменты, когда ребенок простужен, мы чуть-чуть попозже это все делаем, а так у нас все прививки по плану, все по графику. Да, мы пришли, сделали полиомиелит, я считаю, что это нужно ребенку предупредить болезнь, насколько она опасна и лучше сделать прививку, конечно же. Благотворительный фонд созидания. К столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой подготовил видеокнигу «Страница века». Закрытая презентация документального фильма состоялась в Республиканской филармонии. Кто выступил автором проекта и о значимости идеи расскажет Альбина Ламкова. Хотя руководители менялись, и коллектив библиотеки, и эти руководители перенимали опыт предыдущих. Ни для кого не секрет, что библиотека является храмом знаний, а главная ее ценность – книги. Они верно служат людям на протяжении многих веков. Многие из них создают домашние библиотеки, но есть еще и публичные. Наша государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой на протяжении века стала хранителем книг, передавая мудрость веков, опыт поколений, мечты о будущем. Только здесь можно найти ответы на абсолютно все свои вопросы, познать вселенную, разгадать все тайны. Зрителями документального фильма стали сами сотрудники библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Они высоко оценили работу команды проекта. Со своей стороны, они, как и прежде, будут стараться для своих читателей. У нас профессиональный коллектив. Настолько они одухотворенно подходят к этому вопросу. У нас и каталоги, у нас и электронный каталог сейчас внедряется. У нас директор очень стремится к тому, чтобы что-то полезное сделать еще и еще в библиотеке. Фильм о библиотеке сделан дружной, а самое главное – заинтересованной командой. В ней широко представлен контекст эпохи. Идея создания такого фильма к нам с Муратом пришла в процессе обсуждения столетия Республиканской национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. И когда мы начали искать информацию об этой библиотеке, мы обнаружили, что оказывается в интернете очень мало каких-то данных, материалов. И тем более нет чего-то такого, что объединяло бы все эти небольшие отрывки об истории развития библиотеки. И вот таким образом пришла идея в голову создать фильм. Несмотря на развитие современных технологий и века цифровизации, библиотека по-прежнему остается центром культурного развития людей, поделилась Ася Байрамукова. Работа над фильмом. Было интересно знакомиться с сотрудниками библиотеки. Ты видишь их с другой стороны и видишь, что не просто это библиотека, какой-то особый мир, но у каждого сотрудника, у каждого отдела свой мир, свое видение, своя история. И очень много историй они и личных рассказывали, что некоторые тут и комсомольские свадьбы устраивали, некоторые с детских времен связаны с библиотекой. В общем, очень интересно. Созданный фильм при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив теперь тоже станет частью истории Государственной национальной библиотеки имени Халиман Байрамуковой, отметили на презентации. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево-Черкесия. В Москве прошел съезд Союза писателей России. На этом форуме побывала и наша делегация во главе с новоизбранным председателем регионального отделения Союза писателей Корчаево-Черкесии Исламом Хубеевым. О том, какие основные темы обсуждались на съезде, какие первостепенные задачи ставит перед собой новый председатель Союза писателей Республики, а также о многом другом Ислам Хубеев, рассказал Белли Джазаевой. Все это смотрите далее, а наш выпуск завершен. Здравствуйте, Ислам Хазырович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, сразу я хочу вас поздравить, искренне поздравить с тем, что вы возглавили региональное отделение Союза писателей Корчаева-Черкесии. Мы все знаем, что в последнее время у нас с этим были проблемы, и в качестве председателя вы сразу поехали в Москву. Это ваш первый съезд писателей в качестве председателя регионального отделения. И, конечно, я хочу узнать, что там происходило, о чем вы говорили, какие основные темы обсуждались, какие у вас впечатления, с кем познакомились. Спасибо большое было, что пригласили на передачу. Желаю всем нашим телезрителям успехов во всем, здоровья, счастья. На самом деле, да, действительно, 11 января состоялось общее собрание, на котором приняли участие, в работе которого приняли участие все наши писатели республики. И единогласно поддержали мою кандидатуру, избрали на должность председателя регионального отделения Союза писателей России по Корчаево-Черкесской республике. Спасибо за поздравление. Но, с другой стороны, я понимаю, что я и на собрании об этом сказал, что должность ответственная, многообещающая, но при этом для этого нужно много трудиться. И это тоже понимаю. Как вы правильно заметили, ровно через месяц, 10 февраля, состоялся съезд. Это 16-й съезд по счету с 1958 года. Это 16-й съезд Союза писателей России, на котором мне тоже посчастливилось принять участие. Ну, съезд проходит через 5 лет один раз. И выдвигались на съезд очень важные вопросы. Первым вопросом было избрание председателя Союза писателей, ну и далее отчет его о работе за 5-летний срок. Также были внесены дополнения изменения в основной устав, в соответствии с которым функционирует эта общественная организация. Ну, на мой взгляд, показалось, все было организовано. И любое такое мероприятие, особенно федерального уровня, оно дает новые свои результаты и заряжает энергией, чтобы мы могли у себя в регионе осуществлять все намеченные планы. И перспектива выстраивается в соответствии вопросов и задач, которые ставятся на таком общем собрании под названием съезд. Ну, что я для себя извлек из этого собрания, из съезда? То, что, ну, во-первых, у нас очень много талантливых и известных писателей, о которых ранее только я слышал или читал их произведения. Здесь, конечно, с некоторыми из них мы познакомились лично, общались. Великолепные люди. И, конечно же, это очень приятно. Ну, это историческое событие для писательского сообщества. Это и возможность поделиться своими произведениями и узнать что-то новое для себя. Это серьезное мероприятие. В рамках съезда была такая возможность. Были организованы вечера некоторых писателей. В частности, друг, товарищ мой, руководитель общественной организации, региональной союза писателей Сергей Кузичкин. Который является одновременно редактором и не сейский литератор журнала, литературного журнала. Я очень благодарен этому человеку. Он в юбилейном номере обозначил меня флагманом и опубликовал некоторые мои рассказы. Вот эти новые рассказы, которые касаются детства, детства моего детства. И, ну, это уже о творчестве мы поговорим отдельно. Ну, на самом деле, съезд является всегда, несет какие-то судьбоносные решения. И то, что касается председателя, последние пять лет руководителем общественной организации «Союз писателей России» был Николай Федорович Иванов. И на новый срок также был единогласно избран Николай Федорович Иванов. Ну, это действительно достойная кандидатура, которую поддержали все. И многое сделано им. И все вот те проблемы, которые возникали в ходе деятельности, а мы знаем, что на протяжении уже десяти лет в устав не вносились никакие изменения. Ну, и мы понимаем также, что и в законодательство, в частности, в закон об общественных объединениях было внесено много изменений. Да и сама Конституция тоже претерпела изменения. Поэтому приведение в соответствии с нормами законодательства, это было как бы уже назрело, и внесены некоторые изменения. По предложению председателя «Союза писателей» было внесено такое изменение, чтобы разделить представительную и исполнительную органы. То есть представительная и хозяйственная часть организации. То есть если ранее там председатель мог сам себе давать указания и выполнять их, сейчас введена новая должность в «Союз писателей» — это исполнительный директор. Об этом мы будем и на региональном уровне думать, и назначать директора, исполнительного директора, с тем, чтобы разграничить все-таки представительную власть и исполнительную. Ислам Хазарович, кроме вас, Карачаево-Черкесию, на этом съезде кто представлял? Ну, на общественном, на общем собрании мы должны были избрать делегатов. По статусу председатель едет, и я предложил кандидатуру Иссы Суиновича Капаева, как старшего нашего поэта, народного поэта республики. Он также был включен в состав делегатов. Вот мы вдвоем с ним были делегатами съезда. Помимо нас, также гостем был приглашен Этлухов Олег Адельгиревич. Он является тоже писателем нашей республики. И также присоединилась к работе съезда Осиат Караева. Эта девочка проживает в Москве. Она уроженка Карачаева-Черкесии. Входит в совет молодых литераторов. И также она была приглашена. И вообще на съезде очень большое внимание было уделено нашим молодым писателям. Поэтому они также принимали участие. От них выступал их лидер Андрей. Он также рассказал о деятельности Совета молодых литераторов. Про съезд мы поговорили. Но и, конечно, давайте вернемся к вашему председательству. Я не могу у вас не спросить. Первоочередные, самые главные, какие задачи стоят перед вами, как у председателя регионального отделения Союза писателей Карачаева-Черкесии. Было, не скрою, я не хотел становиться председателем. Честно признаюсь, не было у меня такого желания, учитывая, что у меня есть основная работа, которая тоже требует определенные усилия и время. И все-таки был готов поддержать любую кандидатуру из числа Союза писателей и из наших писателей. Но все-таки наши старшие настояли на том, чтобы была выдвинута моя кандидатура. На нашем собрании было две кандидатуры. Это Башир Батчаев и моя кандидатура. Я и в тот день поблагодарил этого человека, что он поддержал, выступил в мою поддержку. И многие писатели нашей республики поддержали мою кандидатуру до нашего собрания. А на собрании они единогласно проголосовали. С одной стороны, это радует, что люди во мне видят того лидера, который может объединить писательское сообщество. Но с другой стороны, я опять же скажу, что это очень сложно и очень трудно. Ведь мы сегодня уже живем в другом государстве, это не СССР. В то время писателю, в общем-то, было отведено отдельная роль. И это были люди, которые работали, за свою работу получали заработную плату, были в своей помещении и так далее. Но сегодня тоже так же можно отметить то, что и руководство нашей страны, и я и в своем интервью в Москве говорил об этом, что лицом повернулись к писательскому сообществу. Сегодня руководство нашей страны и руководство Союза понимает, что писатели — это те люди, которые формируют повестку дня. Мы не вмешиваемся в политику, но повестку дня мы будем, как говорится, формировать. Кто, если не интеллигенция, кто, если не те люди, которые пишут, творческие люди, могут говорить и красочно, и правильно по поводу происходящих событий именно в тот исторический период, в который нам приходится жить. Вот, наверное, все-таки отведенная роль писателя в обществе, она очень велика. И я одновременно понимаю, что, находясь на этой должности, надо делать все для того, чтобы раскрыть весь потенциал, который у нас имеется. А у нас имеется и талантливая молодежь. В первую очередь по приезде я сразу встретился с руководителем Мэтрума, с некоторыми молодыми писателями, поэтами. Мэтрум – это молодежная наша организация, которая объединила вокруг себя молодых поэтов и писателей. Они участники некоторых проектов, в том числе и они объединяют молодежь вокруг творчества. Это очень важно. Наверное, не лишним будет поговорить и о вашем личном творчестве. Вы автор нескольких книг. Сейчас над чем работаете? Было это такой вопрос, для меня одновременно тяжелый, в том смысле, что как хотелось бы, я не могу работать в плане творчества. Как я и говорил ранее, у меня есть основная работа, которую отнимают. Но я их в своих интервью и везде говорю, что есть возможность поработать и выходные дни, и ночью. Поэтому я, конечно, свое творчество не бросаю. Действительно, у меня вышли несколько книг. Вы, как знаете, книги были посвящены депортации карачаевского народа. Это и художественно-документальная литература, это и публицистические, и научные материалы. Вот в этой, как говорится, сфере я себя попробовал и, как мне кажется, максимально реализовал все, что у меня есть. Потом я начал себя пробовать, такой жанр для себя выбрал. Мне показалось, в этом жанре очень мало литературы. Это воспитательная литература для детей, для подрастающего поколения. Мне показалось, что мы должны именно на своем таком опыте поделиться, чтобы, как говорят в народе, чтобы остальные шишки не набивали, чтобы мы поделимся своими. И именно вот в этом жанре я стараюсь себя реализовать. Это детская литература. Мое детство выпало на период лихих 90-х, развал великого государства под названием СССР, появление нового государства, новой России, современной России. И, как мне кажется, через взгляд, через призму того школьника, отрока, ребенка, это было совсем по-другому, нежели как это восприняли более старшие, а младшие-то и не поняли, что на самом деле произошло. И мне кажется, вот те условия, которые нас формировали как личность, и сегодня и у руля, и во власти находятся именно дети 90-х годов. Сейчас уже и подходят те, которые родились в 90-е годы. И мне кажется, именно то время, как и сейчас, в принципе, сейчас тоже такое, как японцы говорят, не родись в эпоху реформ, перемен. Мы родились в эпоху перемен. И это отражается и на нашей деятельности, и на нашем характере, на всем, на том, что мы представляем из себя. Вот мне кажется, что нужно на это очень серьезное внимание обратить. И я через творчество свое, через литературу, которую пишу, я хочу обратить внимание молодых. И чтобы поностальгировали мои сверстники. Вот именно в этом жанре сейчас себя пробую. Союз писателей. Это сейчас основная ваша работа, основная ваша, наверное, и проблема в то же время. Хочу узнать о перспективах. Ну, без планов, без прогнозов, конечно, сложно представить вообще нашу жизнь. Мы же, как говорится, предполагаем, Бог располагает. Поэтому мы всегда строим планы. В моих планах, не скрою, я не обещал и не обещаю что-то великое не свершится с того момента, как был избран председателем. Но хотя бы тот минимум, который мы сумеем сделать, мы должны сделать. Первое, это все-таки единственный регион, Карачаево-Черкесия, тот регион, где не было союза писателей на протяжении двух лет. Так как, вы знаете, организация по объективным причинам была ликвидирована. И второе, то, что у нас нет своего литературного журнала. Это, ну, в этом, конечно, никого нельзя сейчас обвинять. Но раз нет этого, надо это возобновлять. У нас сегодня есть понимание и со стороны Министерства культуры. Мы неоднократно встречались с министром. Об этом я ему тоже говорил. Он поддерживает нашу идею. И, скорее всего, мы будем думать над литературным журналом. С тем, чтобы была возможность публиковаться и молодым литераторам, и нашим старшим. И вот эта преемственность поколений именно будет проявляться через журнал. Через такую форму общения. И одновременно будет возможность и читателям прочитать произведения местных авторов.